Давайте поприветствуем Сергея Маркова. Сергей, управляющий директор и начальник управления экспериментальных систем машинного обучения департамента SberDevices. И сегодня он расскажет про искусственный интеллект и про то, как он умеет творить. Спасибо, Роман. Всем привет. Так, ну что, я сегодня буду рассказывать об эпохе творческого искусственного интеллекта. Я думаю, что многие из вас видят признаки наступления того периода, когда заходы машин в творческую область стали гораздо более солидными, чем до сих пор. Вот, скажем, последний год проходит под знаком такой генерации изображений. Нейронные сети генерируют картинки, выигрывают художественные конкурсы, вызывают множество протестов со стороны, так сказать, биологических художников. Вот, ну вот сегодня мы поговорим как раз о тех технологиях, которые лежат в основе всего происходящего. Вот, ну и на самом деле понятно, что творчество, оно многогранно существует в разных модальностях, да, скажем так, как говорят специалисты. То есть создавать можно много чего, можно создавать тексты, можно создавать изображения, можно генерировать 3D-объекты, звуки в виде музыки или чего угодно другого, создавать новые инженерные конструкции, придумывать новые молекулы, ну и так далее, и так далее. То есть на самом деле творчество, конечно же, не ограничивается одними только картинками, текстом и музыкой. Вот, но я начну, пожалуй, все-таки с истории с текстами, потому что, ну, скажем так, генерация текстов при помощи различных машин — это довольно такая заслуженная история, скажем так, древняя история с точки зрения прогресса технологий. И о таких вот механических писателях человечество мечтало задолго до того, как наши технологии приблизились к возможности реального воплощения этой мечты в жизнь. Ну, вот, например, у любимого мной Станислава Лема есть произведение под названием «Путешествие первое А» или «Электрувертрурли», ну, в других переводах «Электрибальд», где Лем рассказывает как раз вот такой истории создания механического поэта, который создавал гениальное произведение, рассказывает, чем это все закончилось в шутливой манере, но, в общем-то, сказка ложда в ней намек, и мне кажется, что многие вещи, которые были описаны у Лема, они сейчас происходят буквально на наших глазах. Ну, на самом деле, человечество, конечно, не могло ждать, когда появятся цифровые машины, большие нейронные сети. Почему бы не попробовать генерировать тексты при помощи более примитивных механизмов? Ну, вот один из важных критериев творчества, который люди очень часто называют, это новизна создаваемого контента. То есть если нам удалось создать что-то новое, тогда это настоящее творчество. Но на самом деле новое это можно создавать разными способами. Вот, например, Раймунд Лулли в свое время создал так называемую логическую машину, которая состояла из нескольких таких вот концентрических кругов, закрепленных на одной оси. Ну, и на каждом круге были написаны разные, обозначены разные понятия, категории всего сущего. Ну, и дальше, соответственно, Лулли мог раскрутить этот барабан. Кольца вращались относительно, друг к другу останавливались. И, значит, на одной оси появлялась случайная комбинация вот этих самых понятий, которые были нанесены на разные кольца. Ну, и возможное количество комбинаций, которые могла порождать машина Лулли, было столь огромным, что в каждом случае вы могли бы быть практически уверены в том, что вот это вот сочетание, которое было сгенерировано машиной таким вот случайным образом, оно действительно обладало новизной. Ну, в том плане, что вот в таком сочетании эти понятия, эти элементы еще никто до этого раза не складывал. Ну, Лулли вокруг этого там развил целую философию. Значит, можете почитать потом подробнее об этом весьма интересном персонаже, который на самом деле оказал довольно большое воздействие на средневековую мысль. Ну, и на самом деле такого рода способы генерации контента, они очень много раз возникали в истории технологий, и не стеснялись их в том числе признанные гении в области музыки, создания текстов и так далее. Ну, вот, например, Моцарт в свое время в шутку предлагал так называемую музыкальную игру в кости, то есть он брал бумажки, писал на них коротенькие фрагменты музыкальные, вот, и дальше выбрасывал кости, и, соответственно, в зависимости от того, что выпадал на этих костях, сочетал последовательно эти музыкальные фрагменты, и получалось тоже такое вот случайно созданное музыкальное произведение. Ну, и можно посмотреть, на самом деле на YouTube есть несколько довольно забавных роликов, где вот реальные пианисты играют вот в эту самую музыкальную игру в кости. Вот. Ну, почему бы не сделать такое с текстами, да? Давайте возьмем игральные кости, ну, или лучше линейный конкурентный генератор случайных чисел, что немножко более удобно, и будем генерировать случайные последовательности из символов. Вот я сгенерировал такую последовательность, я проверил, ну, до меня никто такую же последовательность не писал, то есть линейный конкурентный генератор случайных чисел создал, ну, нечто обладающее новизной, безусловно, да? Google не находит, наверняка вот эта последовательность символов ни у кого раньше не встречалась. Вот. Ну, то есть, в общем-то, создать что-то новое на самом деле большого ума, как видите, не надо, да? Игральные кости вполне справляются с задачей создания чего-то нового. Вот. Поэтому, наверное, нам нужно все-таки искать какие-то другие критерии, так сказать, интересующего нас творчества. Но, тем не менее, сам вот этот подход много раз воспроизводился, и, ну, вот, обычно почему-то вспоминают каких-то странных персонажей, а вот, допустим, тот же самый Сергей Есенин не брезговал тоже такой литературной игрой в кости, да, вот по воспоминаниям его друга происходило буквально следующее. Лежал Сергей на ковре, сбоку от него находилась небольшая старая коробочка от лото, а перед ним валялись нарезанные из карточек картонные квадратики. На одной стороне цифры, на другой написаны рукой Есенина слова. Он сказал, что пытается механизировать процесс сочинения стихов и образов. Взял из кучи несколько квадратиков, прочитал «Вечер свечи» и произнес вслух «Вдали розовый вечер зажег желтые свечи». Так что, если вам нравится поэзия Есенина, подумайте, может быть, в ней на самом деле уже есть некоторый вклад алгоритмических методов генерации. Ну, конечно, любимый всеми Остап Бендер, персонаж произведения Ильфа и Петрова, тоже, конечно же, не мог не выступить в роли такого инноватора. И, наверное, многие из вас помнят торжественный комплект, незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фильетонов, а также парадных стихотворений от Итропарей, который Остап Бендер создал специально для журналиста Ухудшанского. Ну и надо сказать, что выглядело это очень даже практично. Если речь идет о каком-то контенте, который достаточно однообразен, алгоритмизуем, то почему бы не применить здесь какие-то инструменты механизации такого рода труда. Ну, понятно, что новизна последовательности недостаточно для того, чтобы мы с вами считали то или иное произведение, созданное будь то машиной или человеком, настоящим произведением искусства. Хотя, конечно, здесь мы ступаем уже в некотором роде на субъективную тропу, потому что по поводу произведений, созданных людьми, тоже очень часто существуют горячие споры. Кто-то говорит, что черный квадрат Малевича – это гениальное произведение искусства. Кто-то говорит, что это чепуха и издевательство над людьми. По поводу абстрактной живописи тоже всегда много споров по поводу современного искусства. Поэтому, конечно, как только мы движемся в сторону попытки оценить то или иное произведение искусства, мы, конечно, ступаем на вот эту скользкую тропку, скажем так. Вот. Что делать? Что делать? Здесь, на самом деле, понятно, что какие-то последовательности, которые мы сгенерировали, они большей частью людей будут признаваться интересными произведениями искусства, а какие-то не будут. А чем отличаются произведения искусства, которые до сих пор человечество создало, чем отличаются осмысленные тексты, как мы их называем, или художественные произведения, от случайных сочетаний символов? Давайте попробуем все-таки придумать какой-то способ отличать плохие последовательности сгенерированными нами от хороших. Для этого нам нужно установить какие-то внутренние закономерности, которые существуют в тех текстах, которые мы готовы признать за произведение искусства. Ну и надо сказать, что математики этот вызов приняли еще в начале нашего века. И вот мой однофамилец Андрей Андреевич Марков предпринял такую, значит, Донкиходскую попытку статистического анализа художественных произведений, а именно он взялся за Евгения Онегина, целиком, правда, не осилил, а взял только часть этого произведения, первые 20 тысяч символов, и попробовал установить статистические закономерности, которым подчиняются распределения символов. Но вот если посмотреть на русскоязычный текст, совершенно очевидно, что какие-то символы там встречаются чаще, какие-то реже. Буква А встречается там реже, чем твердый знак. То есть есть такая тенденция. Но можно посмотреть на одну буквку влево и установить, что, например, после гласных букв мягкий знак или твердый знак встречается никогда. И, соответственно, таким образом можно попробовать просто статистически посмотреть, какие последовательности символов как продолжаются чисто статистически, построить такое вероятностное распределение. И дальше использовать уже игральный кубик не произвольным образом, то есть не равновероятно выбирать из алфавита символы, а выбирать их в соответствии с теми вероятностями, которые прогнозирует вот эта ваша статистическая модель, которую вы создали. Вот. И на самом деле этот метод, как мы посмотрим позже, он лег в основу очень многих современных методов генерации, будь то текстов, изображений и так далее. Вот. То есть ровным счетом здесь все упирается в то, насколько хороша ваша статистическая модель, насколько хорошее осмысленное распределение элементов текста она генерирует, насколько хорошо она на самом деле способна отличить чепуху от осмысленного текста. И вот чем лучше будет эта модель, тем лучше будут те последовательности, которые она будет порождать. То есть умение так или иначе отличать шедевр от чепухи, оно на самом деле позволяет нам создавать шедевры, если мы сможем это делать. Ну, здесь опять же, если говорить о субъективности, на что мы можем опираться? Ну, мы можем опираться на те произведения, которые признаны произведениями искусства. Ну, что значит признаны? Это значит, что была какая-то социальная практика, в результате которой сегодня в собрании классиков включают произведение Толстого и не включают произведение Васи Пупкина. Мы не будем углубляться в сложные социальные механизмы, которые в случае каждого конкретного писателя или произведения привели к вот таким результатам. Но мы можем просто констатировать, что есть какое-то утвержденное мнение, можем ориентироваться на него, просто посмотреть, что включается в анналы мировой литературы, а что нет. Ну, а можем еще людей попросить пооценивать тексты. То есть мы тоже можем пойти по такому более хитрому пути, дать людям много-много каких-то текстов и попросить поставить оценочки. Вот там на сайтах каких-нибудь библиотек электронных там всегда есть возможность оценить ту книжку, которая вам нравится или не нравится, поставить ей там одну звездочку или пять. Ну, можно ориентироваться и на эти оценки тоже. Они будут, ну, вот как бы отражать какие-то моментные вкусы читателей. Вот. И можем отталкиваться от этого. Вот. Ну, соответственно, да, значит, вот эти идеи примерно лежали на столе у создателей первых и пользователей первых цифровых компьютеров. То есть в 40-е и 50-е годы вот эти все идеи, они были там примерно понятны. Давайте попробуем построить какую-то статистическую модель текста, также снабдить ее, возможно, наборами правил, да, потому что, ну, построить действительно большую статистическую модель трудно было, вычислительных мощностей было мало, но некоторые закономерности можно было, известные нам, можно было явным образом заложить, да. То есть, скажем, ну, у нас есть словари слов, мы можем разметить там, какие слова, какими частями речи являются, да, и стараться генерировать слова в такой последовательности, чтобы они составляли там грамматически правильные конструкции, которые встречаются в реальном языке, ну и так далее, да. То есть мы могли снабдить нашу статистическую модель еще каким-то набором экспертного знания, облеченного в наборы правил для того, чтобы вот это вот моделирование естественного языка сделать еще более качественным. Ну и дальше прикручиваем к этому всему генератор псевдослучайных чисел, вот, и получаем такую вот текстовую генерацию эпохи такого старого доброго искусственного интеллекта, как это сейчас называют, good old-fashioned artificial intelligence. Вот, ну вот с августа 1953 по май 1954 года на доске объявлений компьютерного факультета Манчестерского университета появлялись странные любовные письма. Вот эти любовные письма были написаны на самом деле компьютером Манчестерского университета. Вот, и Кристофер Стрейчи был, по всей видимости, первым человеком, который на практике применил такой подход генерации текстов. Вот, и, ну вот, давайте посмотрим на эти тексты. В принципе, они выглядят, ну, вроде как осмысленные тексты, похожие на любовные письма. Почему бы и нет, да? То есть вот того уровня технологии, который существовал в 50-е годы, было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить вот такую генерацию. Ну и дальше, конечно, в эпоху старого доброго искусственного интеллекта люди соревновались в создании все более и более изощренных моделей языка, добавляли туда много всяких разных правил, которые учитывали и фонетику языка, и наличие тех или иных синтаксических конструкций. Вот, что-то пытались делать с семантикой, ну, например, составляя там какие-то списки слов, относящихся там к разным категориям лексики, да, значит, там высокий штиль, отраженный в некоторых словарях, да, и так далее. Будем выбирать не любые слова, а определенной тематики слова. Ну и вот пример того, что делал Poetry Generator. Ну, это такая вот почти вершина того, что было достигнуто при помощи этого подхода. Любовница супруга моего. Любовница супруга моего как будто торжествует, но, глядя, как работаю я в храме, в пещерах зла повсюду меня ищет, и помнит обо мне в постели засыпая, хотя живу я в царстве безразличия. Не чувствует себя, уверена она, и никогда в мечтах о власти винить меня она не перестанет. Ну, перевод с английского, конечно, вот, но почему бы нет, да, понятно, что тоже это продукт какого-то, как называют специалисты, черепика, да, наверное, там сгенерировали несколько сотен текстов, отобрали наиболее удачный. Вот, ну, неплохо, неплохо. Это лучше, чем большинство того, что люди выкладывают на стихи ру, поверьте. Вот. Ну, на самом деле, если вы не знаете, откуда взять смысл, да, семантику текста, можно ее украсть откуда-нибудь. Ну, вот, например, люди пишут поисковые запросы в поисковой системе, да, значит, но эти поисковые запросы, они, ну, как-то, наверное, ход бедно осмысленные. Да, давайте мы попробуем, просто при помощи набора правил уложим это в стихотворный размер, который нам нужен, ну, например, в Вонегинскую страфу. Ну, и вот рождается такое произведение. Как позвонить Сбербанк России, возьму в аренду самосвал, лечение гипертонии, стендап-пузатый генерал, измерить скорость интернета, литературная газета, фильм достучаться до небес, код магнитола Мерседес, вакансии в Североморске, что значит слово Реопод? Несчастный случай снег идет, цена на шубы в Пятигорске, лес пахнет дубом и сосной, я просто должен быть с тобой. Ну, и другие всякие интересные эксперименты с семантикой предпринимались в те времена. Ну, это вот работа 70-х годов. Раймонд Петровский, который возглавлял группу «Статистика речи», вместе со своими коллегами создал программу, которая писала стихи в духе такой скандинавской, скальдической поэзии. Дело в том, что поэзия скальдов, она подчинялась такому очень простому канону, она состояла из таких вот маленьких синтаксически оформленных фрагментов, которые называются кеннигами, и вот каждое обычно скальдическое стихотворение носило обычно либо хвалебный, либо ругательный характер, и, соответственно, такой вот алгоритмический скальд вы могли выбрать там «Напиши мне там хулу ворону» или там «хвалу мечу». И, соответственно, отталкиваясь опять же от набора правил от заранее заготовленной лексики с понятной эмоциональной окраской, программа могла порождать вот такие тексты. Например, ругательное стихотворение, посвященное ворону. «Ври вран, вор ран, гриф гроз, гусь слез, сохл, плох, трухл, рухл, дряхл, чахл, затыхл, тухл, жухл, слаб, жрун, жаб, дрянь вран, дрянь дран». Ну, в общем-то, со смыслом все в порядке, вполне соответствует канонам. Да. Ну, понятно, что революция глубокого обучения не могла здесь не повлиять на развитие этого вида технологий, потому что на смену вот таким стаистическим моделям слабомощным и основанным на экспертном знании стали потихонечку приходить модели машинного обучения. И в начале десятых годов роль такого основного и самого популярного способа для моделирования зависимости внутри естественного языка заняли рекуррентные нейронные сети. Ну, и тогда это прежде всего долгая краткосрочная память так называемая LSTM-сети. Ну, и что тогда еще появилось, это методики стаистической семантики. Ну, на самом деле еще там с 50-х годов авторы теории дистрибутивной семантики выдвинули идею о том, что, в общем-то, смысл слова определяется, как говорится, с компанией, в которой это слово ходит. То есть если мы возьмем два слова и сравним статистику контекстов, в которых это слово встречается в каком-то большом корпусе текстов, то мы можем сделать какие-то выводы о семантике этого слова. То есть если у слов очень близкая статистика контекстов, то эти слова практически взаимозаменяемы, значит, они как бы по смыслу друг друга повторяют. Вот. Ну и за счет анализа этой самой статистики контекстов можно было строить какие-то такие семантические карты, векторные вложения, как это называют специалисты сегодня, эмбеддинги слов. И изучив большое количество текстов, специализированное программное обеспечение могло построить такие семантические карты для каждого слова. Ну а нейронная сеть, получая на вход семантические и фонетические представления для каждого слова, могла, соответственно, предсказывать вероятности для следующего слова в тексте. Вот. И вот этот подход, он стал основой генерации стихов и текстов в начале десятых годов. Ну и вот один из прекрасных проектов, который был в то время создан, вот в 16-м году сотрудники Яндекса под руководством Алексея Тихонова и Ивана Ямщикова, значит, создали проект, который назывался «Нейронная оборона». Они моделировали поэзию Егора Летова, вот, и даже, в общем, это все дело исполняли вполне себе в стиле Егора Летова. Можно, можете посмотреть, в интернете есть, значит, альбом группа «Нейронная оборона». И, ну, в общем, по-моему, это довольно неплохо. Ну, на самом деле, Ямщиков и Тихонов, они по поводу, помимо нейронной обороны, научились генерировать небольшие тексты в стиле самых разных поэтов, вот, и Пушкина, и много кого еще. Вот, конечно, вот можно почитать их статьи, которые они тогда опубликовали, можно посмотреть, как это все работало. Работало это все, вот, как я уже сказал, на LSTM-сетях и таких векторных семантических эмбеддингах, еще на фонетических представлениях, потому что для того, чтобы моделировать такой силаботоническую поэзию, да, чтобы понимать, что такое ритм стиха, рифма, модели нужно получать откуда-то фонетическую информацию, то есть то, каким образом слова произносятся. Вот, ну вот здесь примерно так выглядела архитектура сетки, которую они обучали. Вот, то есть, ну вот это такой канон генеративных текстовых моделей для, там, десятых годов, да, то есть словарные эмбеддинги, LSTM, тоже случайная подвыборка, ну и вот, там, Нейра Пушкин, во славу вакха или тьмы мы гордо пировали, или Нейра Есенин, ты под солнцем стоишь и в порфире, как в шелку беззаботно горишь, вот, или там Нейра Земфира, ветер в голове с красной тенью шепчется. Вот, какие корпуса использовали для обучения своих моделей Тихонова-Ямщиков? Ну, во-первых, это набор из 44 тысяч, 440 тысяч документов, да, значит, 110 тысяч из них на английском языке, 330 тысяч на русском. Вот, соответственно, эти тексты принадлежали Перу, почти 21 тысячи авторов, вот, причем, больше часть на англоязычную часть приходилось, то есть 19 тысяч англоязычных авторов, 1700 русскоязычных, вот, ну и, соответственно, вот они отобрали несколько англоязычных, несколько русскоязычных авторов, и, соответственно, сгенерировали какое-то количество фрагментов, вот, генерации, результаты генерации сравнивали с оригинальными текстами при помощи такой алгоритмической техники, которая называется blue, сравнение статистики n-gram. Ну, в общем, из того, что генерировали эти модельки, можно было, опять же, из n-city генерации выбрать вот такие по качеству. Ну, здесь несколько текстов, которые генерировали тогда мы, мы делали примерно то же самое, у нас тоже была LSTM, было несколько, правда, сеток, которые отдельно моделировали ритм, отдельно моделировали рифмы, отдельно семантику, отдельно фонетику, вот, и дальше вот ансамбль этих сеток, он использовался для, как бы, тоже предсказания вероятности следующего слова в тексте, вот, и дальше для генерации использовался еще такой метод, который называется лучевой поиск, BeamSearch, то есть, когда мы генерируем много вариантов, отбираем из них n лучших, потом эти n лучших вариантов тоже n вариантами пытаемся продолжить, опять оставляем там n лучших генераций, ну и так далее, и так далее. Вот, значит, ну вот, что можно было сгенерировать при помощи таких методов. На фоне формы каменной границы, как будто бы равнина далека, лениво стынет полная столица, чернеет свечка, синяя строка, а я спешу к победе бесконечной, лечу с отрадой томной чередой, но не томлюсь томительно-сердечной, нежданно грустной памятью былой. Ну, вот эта вот моделька была обучена там на сорока тысячах произведений русской поэзии, была, конечно, склонна к меланхолии изрядной. Вот. Ну, опять же, кто-то, я думаю, что эти тексты, они могли бы вполне поконкурировать с тем, что пишут многие поэты. Вот. Ну, примерно тогда же, в середине десятых годов, начался такой расцвет генеративных моделей в других доменах, не только текстовых. Ну, вот важным таким результатом стало появление подхода, который получил название генеративно-состязательной сети. На самом деле вы можете сделать следующее. Вы можете сделать не одну нейросетку генератора, а можете сделать помимо сетки генератора еще сетку критик. И как это будет работать? Вот сетка генератора у вас будет что-то там генерировать какие-то образцы, а сетка критик будет пытаться отличить сгенерированные образцы от настоящих. То есть одна сетка генерирует фотки котиков, а другая сетка пытается сгенерированную фотку котиков отличить от настоящих фоток котиков. И вы эти сетки как бы дообучаете параллельно. То есть эти сетки как бы состязаются между собой. То есть первая сетка должна у вас в ходе обучения стремиться сгенерировать такие картинки, которые вторая сетка не сможет отличить от настоящих. И вот благодаря такому состязанию сетей у вас тогда уже появились инструменты, которые позволяли генерировать фотореалистичные картинки, но обычно в рамках каких-то узких доменов. То есть модели типа StyleGun, StyleGun 2, StyleGun 3, потом от NVIDIA, они могли генерировать фотореалистичных котиков или фотореалистичные человеческие лица или собачек, тигров, whatever. То есть это все работало уже тогда неплохо и получалось достичь фотореалистичного качества, но это все-таки не была генерация по произвольному тексту, да, это была генерация вот изображений, относящихся к какому-то классу объектов. И есть такой сайтик, он называется ThisXDoesNotExist, и на нем собрана коллекция вот таких генеративных моделей, которые генерируют, ну там, все, начиная от человеческих лиц до сумок, вот, и там какой-то чепухи полной. Можете сами зайти и попробовать, да, вот. Значит, это такая вершина технологий середины десятых годов. Вот. И это до сих пор используется и работает довольно неплохо. Вот. Ну, благодаря развитию такого рода моделей появилось тогда еще такое интересное направление, которое называется Artistic Style Transfer. На самом деле сверточные нейронные сети, которые лежали в основе генераторов, картинок и моделей, соответственно, для распознавания, они обладают такой интересной особенностью. В них, ну, подобно тому, как в зрительной кореи человеческого мозга, более абстрактные признаки обычно относятся к нейронам разных слоев, да, то есть чем более абстрактный признак изображения, тем более в глубоком слое, скорее всего, он будет локализован в ходе обучения. Ну, то есть, грубо говоря, нейрон, который реагирует на какой-нибудь там, какие-нибудь линии отдельные, углы, градиенты, такие признаки будут локализовываться в передних слоях сетки. А вот там нейрон, который будет распознавать наличие глаза на картинке, он будет уже там где-то в третьем слое локализоваться. А какой-нибудь нейрон там, который будет котика активироваться в ответ на картинку, на которой есть котик, он уже там будет где-нибудь в шестом, в седьмом слое сетки. И благодаря этому можно делать что? Можно отрывать стиль от семантики картинки. То есть заимствовать стиль с одного изображения, а содержание, скажем так, с другого. И вот в результате получать такие замечательные картинки. Другой, но похожий по-своему подход, который называется Pix2Pix. Это сетка, которая превращает одно изображение в другое. Просто на основе датасета пар изображений. И можно, например, сделать что? Можно взять какое-то количество фоток, запихнуть их в векторный трассировщик, который нарисует контуры, и у вас будет много пар. Картинка и векторный контур. И вы учите сетку из векторного контура восстанавливать фотореалистичную картинку. И после этого вы эту сеть можете каким образом использовать? Нарисовать что-то просто как векторный контур. И сетка попытается из этого изготовить фотореалистичное изображение. Здесь, конечно, над сеткой поиздевались, потому что училась она на фотографиях котиков, а ей нарисовали такую вот буханку. Она, мне кажется, неплохо справилась с своей задачей. В результате вот появился такой локальный мем сообщества нейросетевого, который называется «Котто-буханка состязательной генерации». В общем, вот эта котто-буханка часто встречается с момента появления пикс-ту-пикс. Ну, примерно тогда же стали потихонечку учиться решать задачу восстановления, ну, то, что называется in-painting, да, сегодня. То есть вы удаляете какие-то участки на картинке и просите нейросетку восстановить их. Значит, ну, для этого вы берете, опять же, много-много изображений, да, удаляете из них рандомные какие-то участки и пытаетесь сетку научить вот эту удаленную часть восстанавливать. То есть, по сути дела, сетка опирается на свои знания о структуре настоящих изображений для того, чтобы как бы додумать, что же там могло бы быть за удаленной частью картинки. Так, ну, а вот что, опять же, в середине десятых годов научились делать в звуковом домене. Ну, понятно, что нотный текст — это тоже текст, поэтому здесь можно применить, по сути, те же самые методы, которые мы применяем к моделированию естественного языка. Вот эта моделька называется DeepBach. Она тоже построена на рекуррентных сетках, ну, там, с некоторыми хитростями. Она генерирует вначале просто слева направо музыкальное произведение при помощи сетки с односторонним контекстом, а потом есть еще сетка с двусторонним контекстом. При помощи нее дальше случайным образом аккорды начинают подменяться на более подходящий. Такой ресэмплинг происходит, называется псевдогипсовский сэмплинг. Ну, вот качество давайте пробуем оценить. СЕМПИСЫВАЛern Ну вот это дебаг. Реально авторы этой работы предприняли довольно много усилий для того, чтобы попытаться как-то оценить качество этой генерации. Они ставили фрагменты произведений сетки и фрагменты произведений Баха большому количеству оценщиков. Причем они включали себя как профессиональных музыкантов, так и непрофессионалов. Ну и в общем-то, что было понятно из их эксперимента, то что топ-10 лучших, 10% лучших их произведений были лучше, чем топ-10 худших произведений Баха. Боттом 10. Ну то есть как бы уровень такого плохого, непостаравшегося Баха они смогли достаточно уверенно достичь. Ну а наилучшие произведения вполне себе там где-то находились в серединке распределения. Ну что получилось дальше? Что важного произошло в 2017 году? В 2017 году появилась такая важная нейростевая архитектура, которая получила название трансформер. Ее история вообще довольно интересна. Началось все с появления так называемого механизма внимания в рекуррентных нейронных сетях. В свое время, в 2014 году, когда машинный перевод в основном осуществлялся при помощи рекуррентных нейронных сетей, была известна такая проблема. Ну как бы рекуррентная нейронная сеть при моделировании длинной последовательности, она постепенно как бы подзабывает информацию о токенах, которые она получает на вход. Ну это и понятно, да, в ней тоже в явном виде этот механизм реализован в виде вентиля забывания. Вот. И у вас получается следующая проблема. У вас в некоторых языках последовательность слов в предложении, она не такая, как в других. То есть в одних языках глагол имеет тенденцию ближе к началу предложения размещаться, в некоторых наоборот к концу. И когда у вас возникала такая языковая пара, у вас была вот эта явная проблема. То есть рекуррентная сетка работала каким образом? То есть ей вначале кормилась на вход вся последовательность слов предложения на исходном языке, и дальше из ее внутреннего представления сетка на этапе генерации последовательно генерировала все слова уже целевого языка. Вот. И тогда придумали сделать следующее. Давайте-ка мы возьмем и сделаем такую маленькую подсеточку, которая будет для каждого слова исходной последовательности прогнозировать степень его важности при генерации каждого слова выходной последовательности. Ну вот просто такая маленькая сеточка. И добавление ее к такой классической рекуррентной архитектуре сразу дало существенный прирост качества на задачах машинного перевода. Вот. И на какое-то время, значит, вот с 15-го года по 17-й год, вот этот подход, он был, наверное, самым популярным и доминирующим при решении самых разных задач обработки последовательностей. Пока в 17-м году не вышла вот эта вот работа, attention is all you need, в которой было показано, что, а в общем-то, нам сама-то рекуррентная сеть не очень нужна. Мы можем взять вот эти вот маленькие подсеточки внимания и выстроить из них, ну, такую многослойную конструкцию, то есть построить как бы внимание над вниманием, над вниманием, над вниманием, вот. И это все работает довольно хорошо. И в чем прелесть этого подхода? В том, что вот рекуррентная сеть, для того чтобы ей обработать последовательность, ей нужно вначале последовательно обработать, у нее последовательно скормить все токены входной последовательности, да, и потом последовательно друг с другом сгенерировать токены выходной последовательности. А вот сеть трансформер, основанная на механизме внимания, она по сути дела всю входную последовательность обрабатывает параллельно. То есть на самом деле вы берете там тысячу слов одновременно, да, кормите на вход сетки, и дальше она генерирует вот это самое векторное промежуточное представление, обрабатывая параллельно все элементы входной последовательности. Что это значило? Это на самом деле значило, что теперь можно эффективно задействовать параллелизм, реализованный в современных вычислительных устройствах. То есть, по сути дела, это развязало такое узкое горлышко в обработке последовательностей и позволило создавать действительно большие нейронные сети, которые, сюрприз-сюрприз, оказались гораздо умнее, чем маленькие нейронные сети. Вот, то есть, если там обучить LSTM-ку с несколькими десятками миллионов параметров, это уже там предприятие очень непростое, даже с использованием современных железок, то обучение трансформерных моделей на там сотни миллионов параметров, потом на миллиарды параметров, на много миллиардов параметров, все это оказалось вполне под силу имеющимся тензорному оборудованию. И именно поэтому с 17-го года мы видим такой экспоненциальный рост размеров нейронных сетей, который в свою очередь подтолкнул создание специфического оборудования для этих нейронных сетей, то есть таких вот больших суперподов, то есть устройств, которые включают в себя тензорные многочислители, ну то есть там видеокарты или специализированные тензорные процессоры, связанных при помощи какой-то очень быстрой шины, вот, и такого рода железки способны обучать сегодня нейросети размером до триллиона параметров, end-to-end. Вот, иллюстрация того, что происходило на самом деле на протяжении нескольких лет, да, то есть там GPT, GPT-2, GPT-3, Megatron LM с триллионом параметров. Вот, ну на самом деле можно еще там схитрить и сделать такие mixture of experts сетки с разреженной активацией и учить их вообще на распределенных архитектурах, там уже до десятка триллионов параметров все дошло сейчас. Вот, но это, конечно, такая очень специальный вид спорта, я бы так сказал. Ну вот примеры сеток, которые были обучены там с восемнадцатого по двадцать первый год. Сегодня такие сети принято называть фундаментальными моделями, вот, потому что они вначале предобучаются обычно на гигантском объеме неразмеченного материала, вот, ну то есть, например, предобучаются просто на этапе предобучения предсказывать следующее слово там в тексте, ну или чаще всего не слово, используются такие более хитрые алгоритмы, которые разбирают, разбивают текст на токены, такие фрагментики разной длины, вот, ну то есть предсказывать следующий токен. Ну или, например, другая задача, то, что называется denoising, когда вы берете какой-то текст из него, в нем маскируете какие-то токены, пытаетесь предсказать, восстановить то, что вы удалили. Вот. Да, ну вот можно наблюдать такой экспоненциальный тренд, он на самом деле в 22-м году тоже вполне себе продолжился, вот, ну то есть это логарифмическая шкала, поэтому тренд выглядит как прямая линия. Ну, опять же, интересный такой момент. Ну вот научили мы сетку предсказывать следующее слово по предыдущему, да. Что это на самом деле значит? Ну, казалось бы, ну такая задачка немножко, ну где это надо, да, сделать продвинутый вариант Т9, да. Вот. Но вот этот результат, способность хорошо предсказывать следующий элемент последовательности по предыдущим, он на самом деле значит одну очень важную вещь, что вообще практически любую интеллектуальную задачу, ее можно переформулировать в виде задачи продолжения текста. Почему это так? Ну вот пример. Например, вы пишете такой текст. Стол-тейбл, яблоко-тире и кормите в модель, да, в надежде на то, что она сможет предсказать вам продолжение этой последовательности. Если она сможет это сделать, значит она может выполнять перевод. А можете еще сделать пожестче, да, можете там написать там позиция белых король е1, запятая пешка, е2 и так далее. Потом там фигуры черных, двоеточие. И потом написать в конце. Сильнейший ход в этой позиции, двоеточие. И если сетка достаточно умная, то она продолжит ваш текст и значит, что она умеет играть в шахматы. Вот. Ну и при помощи вот этого нехитрого трюка на самом деле можно абсолютно любую интеллектуальную задачу представить вот в такой форме. Это можно доказать формально, формально доказать. Это можно следующим образом. Мы знаем, что там при помощи, допустим, лямбда-исчисления можно сформулировать условия любой эффективно вычислимой задачи. А при помощи естественного языка мы знаем, можно объяснить, что такое лямбда-исчисление. Поэтому вот так это можно доказать. И действительно оказалось, что большие нейронные сети, большие языковые модели типа GPT-3, которые обучались на примерно терабайте текстов, совершенно случайным образом собранных в интернете, они способны решать разные задачи. То есть они способны и писать журнальные статьи, писать стихи кое-как, но это я немножко вперед забегаю. Вот. И перевод выполнять и так далее. И делать это, в общем-то, даже без дообучения. Вот. Ну а иногда еще можно было что сделать? Можно такую сетку взять и ее просто чуть-чуть доучить на ваших целевых данных. И вот то, чему она предобучилась в начале, да, на там этих терабайтах текста, оно ей поможет на меньшем количестве примеров понять, что вы от нее хотите. Вот. И это вообще привело к такому достаточно серьезному сдвигу парадигмы в машинном обучении. То есть теперь для решения многих задач нам уже не нужно так много данных, как раньше. Потому что предобученная сеть может опираться на гораздо меньшее количество примеров, чем сеть, которую мы учим с нуля. И это на самом деле очень похоже на то, как учатся люди решать интеллектуальные задачи. То есть мы в своей жизни, начиная там с молодых ногтей, решаем самые разные задачки. Строим домики из кубиков, там пишем какие-то буквы в прописях, решаем какие-то математические примеры за школьной партой. И потом во взрослой жизни нам все вот эти вот умения наши, они оказываются полезны при решении, ну казалось бы, других задач, с которыми мы сталкиваемся. То есть те представления, которые наш мозг выучивает на этапе предобучения такого жизненного, да, они оказываются полезны для решения потом других интеллектуальных задач. Вот. Ну, как я уже говорил, можно и не просто предсказывать следующий элемент последовательности, а можно восстанавливать дырки в тексту и последовательности. Именно так делают модель Т5 и ее наследники. Это такая энкодер-декодерная сетка от Гугла. Вот. То есть ее уже на этапе предобучения учили не только там предсказывать следующее слово в тексте, но и решать разные другие задачи, в том числе в явном виде выполняется там перевод по синхронным корпусам. Вот. Ну, то есть такая моделька, которая на этапе предобучения решала не одну задачу, а много разных, оказалось, что она еще лучше как бы потом генерализуется при решении каких-то новых задач. Вот. Ну, модельки на триллионы параметров, которые я упомянул, ну, это, в общем, такая, наверное, типичная история последних лет, когда там самые громкие заголовки в технологической прессе, они про то, что мы там снова обучили самую большую в мире нейросеть. Вот. Ну, вот, например, в свое время, когда SwitchC моделька появилась, то все наконец-то стали радостно говорить, что мы сделали сетку, в которой больше триллиона параметров. Вот. Ну, это немножко читерство, да, потому что, значит, она основана на подходе, который называется Mixture of Experts, подход, который Хинтон придумал в 90-е годы. У нас есть много подсеток, и есть между ними такие диспетчеризующие узлы, так называемые sparse activation слои. Вот. И вы можете такую сетку распределить между даже многими физическими устройствами, даже гетерогенную использовать, сеть компьютеров для обучения такой сети. Вот. А дальше вот эти вот слои роутинга, они будут сами решать, куда там градиент должен идти, куда активации должны идти. Вот. Ну, это как бы не монолитная архитектура, да, в ней там вот столько параметров, но это чуть-чуть читерство, такие сетки обучать вычислительно дешевле и инферить потом, чем монолитная сеть. Вот. Ну, какие важные результаты были получены при помощи трансформерных архитектур? Ну, например, в 5 января 2021 года, прошлого года, появилась такая сетка, которая была названа Дали, ну, это Дали или Дали, потому что это сейчас смешение имени робота Олли и имени Сальвадора Дали, так что никто не знает, как правильно произносится. Вот. Созданная эта сетка была специалистами из лаборатории OpenAI. И что она умела делать? Она умела по произвольному тексту сгенерировать картинку. Значит, ну, на самом деле это, в общем, тоже такая же трансформерная сетка, как GPT-3, у нее даже такая же, по сути, архитектура в трансформерной ее части. На самом деле вы можете просто придумать такой способ кодирования картинки, который будет ее описывать тоже такими, ну, псевдо-словами, да, создать такой вот словарь для кодирования картинки. Ну, можете, например, побить картинку на квадратики, вот, 32 на 32 квадратика, и при помощи отдельной подсети вариационного автоэнкодера обучить, ну, такой, выучить такой словарь токенов, который будет кодировать каждое возможное содержимое вот этого квадратика. Вот. И дальше вы просто берете и делаете словарь, в котором там первая половина относится к словам естественного языка, вторая половина относится к словам изобразительного языка, да. И на таком вот языке текст и картинку можно кодировать словами из одного словаря, да. И последовательность, которая начинается с текстовых токенов, продолжается токенами картинки, это просто последовательность. И мы просто можем дальше учить с задачи ее продолжения, да. То есть по текстовым токенам, например, генерировать токены, относящиеся к изображению. Ну и можно на самом деле и хитрее. Можно по текстовым токенам и верхней части изображения генерировать нижнюю часть изображения. Это тоже такой как бы трюк, который уже тогда придумали. При использовании этих сеток вы могли при помощи такого способа сгенерировать картинки в схожей стилистике. Ну например, в тексте написать храм Василия Блаженного, а в качестве верхних токенов скормить, например, ночное небо или дневное небо. И получить в результате картинку с тем началом неба, которое вам нужно. Что действительно классного оказалось здесь среди результатов? Оказалось, что такого рода сетки вполне способны понимать достаточно абстрактное понятие и связывать понятие естественного языка с визуальными образами. Ну и создавать кресло в форме авокадо, которое никто никогда до этого не рисовал на самом деле и не делал. Или вот жилая комната с двумя белыми креслами, картина, на которой изображен колизей, картина висит над современным камином. Ну, качество генерации этих сеток, ну и у Дали первой было разное. То есть иногда это получается, иногда это не получается. Именно поэтому специалисты из OpenAI сделали еще такую хитрость. Значит, они помимо вот этой вот сетки генератора обучили еще такую сетку, которая называется Clip. Это сеть, которая оценивает степень соответствия текстового описания и картинки. И на самом деле стандартный pipeline генерации в Дали, он устроен следующим образом. Они генерируют вначале 512 картинок при помощи вот этого трансформера генеративного. Потом их оценивают при помощи клипа и выдают вам самое лучшее, по мнению клипа. И то это не всегда помогает. Понятно, что там вот видите, не везде два кресла, не везде картина висит над камином и так далее. Но тем не менее, из тех вариантов генерации, которые сетка приводит, обычно в случае не очень сложной затравки можно было найти несколько годных. Вычислительные — это, конечно, жутко дорого. Сетки 12 миллиардов параметров, и вам ее нужно 512 раз выполнить, чтобы получить 512 вариантов изображения, и потом еще клипом, в котором там типа миллиард параметров, еще каждую из них оценить. Ну то есть это такое себе мероприятие, вот бесплатно раздавать доступ к такой генеративной модельке дорого. Но результаты, конечно, сразу привлекли внимание как специалистов, так и не специалистов. Ну вот посмотрите, там иллюстрация с изображением ребенка до икона в пачке, выгуливающего собаку. То есть сетка смогла и в определенном стиле нарисовать все, то есть то, что это иллюстрация именно, а не фотография, да? Слава богу, что это не фотография. Вот. Ребенок до икона, еще и пачку надеть, еще и там собачку на поводке приделать к этому, да? Еще и в разных вариантах это нарисовать. Или вот тоже совершенно удивительный результат. Когда сетка на самом деле выучила визуальное представление букв, и она научилась вот там написать определенное слово на картинке. Это работает только с короткими пока надписями, но сам факт, что это иногда работает, он, конечно, удивительный. То есть это значит, что сетка выучила, как выглядят буквы, хотя специально ее никто не учил, да? То есть ей просто скормили там 100 миллионов пар картинкой текстовое описание, просто из интернета, да? То есть в интернете люди там в тегах alt title пишут какие-то текстовое описание для картинки, да, или там think caption. Мы это все там сканируем, как-то отфильтруем, и будем учить сетку вот на таком наборе данных. Вот. Ну, это уже результаты более современные. Появились так называемые диффузионные модели генерации картинок, которые планку качества генерации подняли на совершенно новый уровень. Вот. Ну и, собственно, работа OpenAI, она была важна во многом как, ну, знаете, такое там доказательство возможности, да, то, что называют proof of concept. То есть когда они показали, что это, в принципе, сделать можно, тут, конечно, многие другие исследовательские команды подключились к этой задаче, да, и вот сегодня у нас есть там DALI-2 диффузионная моделька, есть Stable Diffusion, Midjourney, Imagen, Partee и так далее. Вот. И качество генерации, конечно, поднялось на совершенно новый уровень по сравнению с первой DALI. Вот. Какой здесь подход используется? Ну, на самом деле, подход такой, подсмотренный в статистической термодинамике. Вот. Мы можем что сделать? Мы можем взять картинки и наложить на них шум какой-то, да, количественно измеримый, и получить пары. Картинка зашумленная и картинка не зашумленная. И потом взять какой-то текстовый энкодер, который кушает текстовое описание, и на основе вот этого вектора кодирования текстового описания и зашумленной картинки попробовать восстановить ее незашумленный вариант. То есть выполнить такую задачу обратной диффузии, да, то есть поскольку диффузия контролируемая, мы знаем, какой шум мы наложили в каждом конкретном случае, да, поэтому мы можем для сетки такую обучающую выборку сделать. И дальше такая сетка, обучившись, мы ее каким образом как генератор можем использовать? Мы берем, генерируем случайный абсолютно шум и дальше говорим, восстанови из этого шума нам картинку, которая подходит вот под такое текстовое описание. Каждая итерация, она удаляет сколько-то вот шума количественно, сколько мы добавляли при обучении, да, и выполнив несколько таких шагов диффузии, мы постепенно превращаем абсолютно хаотическое облако точек в, собственно говоря, то, что есть на нашем текстовом описании. Чем этот подход удобен? Тем, что на самом деле вам здесь очень просто, например, решать задачи того же самого инпейнтинга, да, то есть вы можете зафиксировать какую-то часть картинки и обратной диффузии подвергать только какой-то участок, да, то есть не понравилась морда котика, который у вас сгенерился, да, вырезали ее и запустили модельку заново, она вам другую морду нарисует на этом же месте, да. Или вы можете таким образом расширять границы изображения, дорисовывать там новые краешки и таким образом делать его там все больше, больше и больше. Вот, ну, вычислительный этот подход на самом деле он достаточно дорогой, как вы понимаете, то есть каждый шаг диффузии – это инференс довольно большой сетки, вот. Ну, а здесь зато возможны всякие разные забавные трюки. Ну, вот, например, штука как раз, которая в, если мне память не изменяет, это Imaging, да, архитектура. Значит, в Imaging они делали что? На самом деле, помимо обратной диффузии, у них сетка умеет еще выполнять задачу суперрезолюшн, то есть увеличение картинки, то есть одновременное как бы удаление шума и увеличение картинки, да. И здесь генерация начинается с того, что вначале генерируется маленькая картинка, значит, и дальше на следующих шагах она еще постепенно увеличивается. Вот. При этом в качестве текстовой энкодера используется предобученная языковая модель, которая училась только на текстах. Благодаря тому, что она училась на самых разнообразных текстах, а не только на том, что люди пишут в подписях картинках, она понимает естественный язык гораздо лучше, чем это понимает сетка типа Дали, которая все, что знает про естественный язык, она почерпнула только из подписи к картинкам. Вот. Поэтому здесь, конечно, качество генерации получается гораздо лучше. Вот. Ну, какие-то еще примеры генерации картинок. Вот здесь вот Дали-2 нарисовала Сиба-Ину в берете и с шарфиком, да, черным. Вот. Здесь вот имейджа над Google нарисовала мозг, который летит на ракете на Луну. Вот. Ну, а это вот Рудали-ХЛ. Ну, это авторегрессионная, не диффузионная моделька, но, тем не менее, это Илон Маск в форме авокадо. Это, кстати, вот такие картинки, они выдают русскоязычный характер модели, потому что в русском языке форма — это еще и форменная одежда. Вот. Поэтому здесь сетка решила, что, видимо, существует какая-то такая вот форма авокадо. Вот. И нарядила в эту форму Илона Маска. Ну, Рудали, на самом деле, сейчас у меня, по-моему, есть там где-то про нее тоже слайды. Скажу подробнее. А, ну, это вот тоже достижение современных диффузионных моделей. Это Мстители, но все они Денни-де-Витта. Так, а это смесь кавказской пленницы и звездных войн. Ну, как бы, опять же, диффузионные модели позволяют вам довольно просто решать задачу смешения разных стилей доменов. Мне, конечно, больше всего впечатлили эти машины боевые, боевые санитарные машины. Ну, немножко теперь расскажу о наших экспериментах, чего мы делали за последние годы. Вот. Ну, на самом деле, мы начали заниматься генеративными трансформерными моделями примерно во времена выхода первых публикаций по GPT-2. Мы тогда потихонечку там обучили несколько маленьких версий GPT-2 и использовали их в разных своих прикладных задачах в качестве болталки в виртуальных ассистентах. Вот. Ну, вот, когда появилась GPT-3, которая, конечно, вызвала большой интерес общественности, мы обучили русскоязычный аналог этой сетки. Ну, оригинальная GPT-3, она существовала в нескольких размерах. Вот. Соответственно, самый большой был 175 миллиардов параметров, версия поменьше 13 миллиардов параметров, ну и так далее. По бывающей мы обучили три варианта сетки. 760 миллионов параметров, 1,3 миллиарда и 13 миллиардов. На чем мы основывались? Мы основывались на публикации, ну, собственно, публикации авторов сетки, где была описана ее архитектура. Правда, не совсем полным образом. Например, там написано было, что разреженные плотные слои трансформера чередовались. Но как именно чередовались? То есть какой первый шел, разреженный или плотный, и чередовались они плотный, разреженный, плотный, разреженный, или два плотных, два разреженных, два плотных, два разреженных. Этого мы ничего не знали, поэтому нам пришлось предпринять какое-то количество вычислительных экспериментов, чтобы понять, как это оптимальным образом должно выглядеть. Вот. Но в целом мы знали, что это трансформерная сетка, знали длину ее контекста, знали, на чем мы ее учили. Вот. Мы собрали свой корпус, значит, который включал в себя большой корпус худлита, но это просто там онлайн-библиотеки посканили. Вот. Википедия, какое-то количество новостных источников, диалогов, вопрос-ответных сайтов, научных статей. Мы включили какое-то количество программного кода в предобучающую выборку в надежде на то, что сетка сможет какой-то писать программный код. Вот. Юридические документы, там что-то из Common Crawl отфильтровали. Ну, то есть получился такой гетерогенный датасет самых разных текстов. Мы постарались оттуда мусор так или иначе вычистить, вот, но все равно идеальным образом это сделать нельзя. Вот. Ну, в общем, отфильтровали какое-то количество там, по мнению отдельной модельки, годных текстов. Получили, значит, почти терабайт текстов. 90% этих текстов было на русском, 10% на других языках, ну, на английском преимущественно. Вот. И дальше, соответственно, учили вот эти сетки. Вначале маленькие, потом большую-большую. Мы доучили, получается, аккуратно прошлый Новый год. 13 юрдов параметров. Ну, и вот что, в принципе, такая сетка может? Ну, вот тексты, в которых особо смысла не было, и до того, как появились машины, там смысла не стало больше, но не стало и меньше. Вот здесь я генерировал статьи для «Желтой прессы». Затравка была «Шок-контент». Люди ахнули, когда узнали, что Алла Пугачева и Моргенштерн. Ну, и дальше. Мне вообще вот в этой простыне больше всего понравилось, что, кроме того, Пугачева раскрыла подробности своей биографии, в которой оказалось немало скандальных эпизодов. Например, она утверждала, что в молодости была гейшей, а также, что у нее в шкафу хранился сухой паек на случай атомной войны. А ее зять Г.Л. Рамазанов открыл для себя ясновидение. Ну, мне кажется, что это очень хорошо подражает тексту «Желтой прессы». Ну, или вот, например, гороскоп. В качестве затравки овен кусочек текста для тельца. И вот мы видим, что сетка знает, в какой последовательности это идут знаки зодиака. То есть она не просто пишет какие-то тексты, похожие на гороскоп, она еще и правильно это делает. Вот. Ну, можно попробовать какую-нибудь художественную генерацию сделать таким образом. Вот этот подход, когда вы в затравку помещаете сколько-то примеров, он называется few-shot learning. То есть как бы обучение на основе небольшого числа примеров. Ну и вот, например, литературные анекдоты Хармса тут идеально подходят. Давайте возьмем вот три литературных анекдота Хармса и заставим сетку сгенерировать четвертый. Ну, мне больше всего понравилось из этого. Навсегда запомнилось Пушкину, как Гоголь стал матросом. Он вышел из кабака и заглянул в один кабак, заглянул в другой, потом пошел домой, постучал в свою мазанку и сказал, я матрос. По-моему, для хармсовских произведений это чуть ли не единственный возможный способ стать матросом. Черт не кликается. Да, ну на самом деле такую сетку можно заставить и стихи писать. Но она ничего не знает про фонетику языка, но зато она знает, что стихи пишутся вот так вот в столбик, что с больших букв часто начинается каждая строчка. Ну и семантически это, в принципе, интересно. Вот смотрите сами. Мир без царей и без власти, и без революции, забытый, нежданный и богатый, где вздымаются к небу языческие племена. В полях, в лугах, на озерах, в лесах, в рощах, в полях, где ветер свищет и свистит, где в снегах радуга горит, где струны поют, звенят, где все, что нам дышит, дышит, как солнце и месяц единый. Пелым живых к нам приходит с запада, с востока, с востока, на пестром праздничном троне славный царь Емельян. И видна за ним страна, избенная, изломленная и дорогая. Спит в ней гордый царь Емельян, спит народ, и царь мирно спит. Спит голова его алмазная, спит краса его стальная, спит краса его голубая, спит цвет его, краса его золотая, спит рабская честь его, спит вера его, и совесть его, спят и дремлют богатыри. Ну, то есть, в отличие от тех текстов, которые генерирует ЛСТМ, здесь вполне себе видно какое-то развитие сюжета. Ну, и, конечно, это такое стихотворение, конечно, не очень оно села ботаническая получилось. Что на самом деле с этим можно попробовать сделать? Ну, на самом деле, если мы хотим все-таки заставить ГПТХу генерировать какую-то годную поэзию, мы можем либо учить ее по тем же канонам, по которым это делали Тихонов и Емщиков, то есть добавить какое-нибудь фонетическое представление, и дальше вперед, end-to-end учить сетку, которая будет знать что-то про фонетику, сразу будет знать транскрипции слов. Ну, это подход в целом рабочий. Проблема немножко с поэзией заключается в том, что люди вообще ее не совсем слева направо сочиняют. То есть обычно придумывают часто вначале рифмы, потом дописывают остальные части, потом какие-то неудачные части, вычеркивают, переписывают заново. Возьмите черновики Пушкина, и там очень хорошо видно, что этот творческий процесс не такой, что там Пушкин сел за стол и слева направо написал Евгений Онегин слово за словом. И штука в том, что если мы пытаемся поэзию писать слева направо, там такая проблема возникает, что вот вы написали первую строчку, закончили ее каким-то словом, которому нет хорошей рифмы, потом вы пишете вторую строчку, дошли до ее конца, опа, как бы хорошей рифмы-то и нету. И вам надо как-то все-таки либо назад возвращаться, либо вам нужно держать где-то в уме варианты текста, в котором другие слова оказывались в конце строки. Ну, в общем, это такая нетривиальная инженерная задача, с этим бороться можно. Вообще для генерации здесь, если мы хотим не слева направо генерировать, а как-то в другой последовательности, здесь больше подходит энкодер-декодерная архитектура, типа той же Т5. Ну, на самом деле здесь можно соорудить ансамбль из нескольких нейронных сетей, ну, то есть к той же ГПТ-хе приделать какую-нибудь сетку, которая как раз разбирается в фонетике, и в качестве прогноза выбирать сумму, там, средняя прогноза в этих сетах, среднеизвешенная. Вот. Можно правила добавить, да, то есть почему нет, если мы транскрипции слов знаем, давайте будем генерировать только те слова, которые будут в размер ложиться. Вот. И заранее там рифмы тоже сгенерируем. Ну, или что-то еще, да. То есть здесь пространства для творчества довольно много. Вот. Но вот там мы начали в свое время с того, что сделали такой вот, значит, ансамбль из нескольких сеток, как обычно, еще и с правилами, да, то есть можно было задать размер, в котором хотим писать. Вот. Ну и там взять какую-нибудь маленькую ГПТ-ху, ну, в данном случае это какая-то совсем прям РУДЖИ 5.3 смол. Вот. В качестве затравки ей дали мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, но нажать заставил, да лучше выдумать не мог. Ну и дальше вот уже творчество сетки. Его жена совсем больная, на свадьбе не смогла земная, для брата мужа быть его хозяйкой на руках, чего ему совсем давно бывало, чего совсем, когда и про, чего ему сказать на тро, чего ему совсем отвало, когда чего совсем, когда чего совсем, когда балда. Вот. Ну, извините, ГПТ-ху была очень маленькая. Вот. Но на самом деле, если сеточку взять побольше, то есть если взять уже какой-то там РУДЖИ 5.3 medium, то получается уже вот ну, начало понятно, классика, мчатся тучи, вьются тучи, невидимку и луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, где же вы, подружки, где любезный ангел мой, верно, в роще на опушке, он с похмелья и не мой. По-моему, очень драматическое произведение, в котором постепенно раскрывается характер главного героя. Ну, это вот уже более современная моделька, которой занимается сейчас у нас Илья Казиев, такая сила ботаническая ГПТ-ха, которая знает что-то про фонетику и так далее. И она может у нас писать стихи либо по затравке, либо по какому-то словосочетанию. То есть вы даете произвольное словосочетание, и дальше сеточка может на эту тему сочинить произведение. Вот. Ну вот слева текст, написанный по затравке «Внезапный снег в начале ноября». «Внезапный снег в начале ноября, зима идет короткими шагами и упадет, как лист календаря, и белыми покроются снегами. Веселые пшеничные поля из белого нетронутого снега и под ногами вечная земля, умытая небес, святая нега». Ну, или вот по словосочетанию «зеленый слоник» получается такое четверостишье. Ну, давайте, поющая нейросетка споет это как песенку. «В тот мир, где все как на ладони идет пастух, пасутся кони и серый пол, зеленый слоник сидят, присеп на подоконе». Ну, на самом деле, конечно, мы постепенно, уверенными шагами идем к Евровидению для роботов. вот, потому что мы хотим, конечно, чтобы у нас модельки сразу сочинили музыку и текст, исполнили еще и, значит, желательно показали, так сказать, лицо певца в процессе исполнения. Так, что у меня тут есть? Да, ну, вот тоже такой немножко хулиганский проект этого года. Это наш совместный проект с писателем Павлом Пепперштейном. Мы взяли RoGPT3, ее дообучили на текстах Пепперштейна и еще там небольшом добавлении текстов других авторов. Вот, и в результате появилась вот такая вот книжка, получившая название «Пытаясь проснуться». В ней 24 рассказа, 12 написаны нашей моделькой, 12 написаны самим Павлом. Он предлагается, соответственно, угадать. Мы до сих пор пока еще не открываем информацию о том, кто что написал. Ну, вот на презентации книги мы с Павлом когда были, он сказал, что, ну, вначале, говорят, я думал, что отличить-то будет легко, вот, и что все с легкостью справятся с этой задачей, но это вот было ровно до выхода первой статьи какого-то профессионального литературного критика, который был написан примерно следующее. Все-таки машинам еще очень далеко до того уровня, который демонстрируют профессиональные авторы. Вот посмотрите, например, на вот этот картонный, совершенно очевидный машинный текст. Дальше была приведена цитата, текст как раз написанный Павлом. Вот, после этого критик написал, зато вот в следующем абзаце мы явно видим как бы гений Павла, да, и дальше был фрагмент, написанный нашей сеткой. Вот, это нас, конечно, всех очень порадовало, вот, но надеюсь, что в будущем мы сможем и лучше делать, и больше, и с Павлом будем вместе продолжать сотрудничать, вот, планируем заняться таким сотворчеством машины людей. Так что, в общем-то, в некоторой степени мы приблизились к созданию такого электрувера, да, электривальда. Посмотрим теперь, нападут ли на нас поэты и убьют ли нас, или останут живых, оставят живых. Вот, ну, еще немножко творчества сеток, так, чисто для развлечений. Это вот сетка Рудали Малевич. Вообще, Рудали, это тоже такая вот реплика OpenAI-овской сетки, которая была получена. OpenAI тут берет новые вершины, они перестали уже научные статьи публиковать, ограничиваются постами в своих блогах. Вот, в этом пришлось как бы по посту из их блога восстанавливать архитектуру сетки, вот, и все прочее. Но, слава богу, там было все-таки достаточно подробностей. Вот, мы собрали 120 миллионов пар тогда текста, картинка, и мы, значит, в отличие от OpenAI, мы обучили две версии модельки, то есть одну такой, более демократичную, да, на 1,3 миллиарда параметров, и вторую уже на 12 миллиардов параметров. Вот, и вот эту первую сетку, мы ее отдали на свой страх и риск пользователям, то есть запустили демку просто в интернете, где все желающие могут погенерировать картинки. Ну, понятно, что сетка, во-первых, 1,3 миллиарда параметров, а не 12, во-вторых, это не 512 генераций, а вот гораздо меньше, вот. Вот, но все равно довольно много годного контента было сгенерировано, вот, ну и потом мы уже выложили сетку с 12 миллиардами параметров и диффузионку, сейчас вот первые опубликовали то, что называется Кандинский, Кандинский 2.0. Вот, но это вот результаты ранней сетки, то есть это Малевич, 1,3, Ирда параметров, вот это, значит, автопортрет Малевича, по мнению сетки, ежик в тумане и кошка, которая сделана из белого облака. Вот, но тут я выбирал, ну, типа, лучшие из 32 генераций сетки, просто глазами. Вот, но это вот Кандинский, Кандинский тут, конечно, уже так вот посочнее рисуют, и можно там большого разрешения делать картинки. Вот, что-то тут, закатый город, подсолнухи в вазе. Вот, так, ну, еще немножко, раз уж начали петь и танцевать, немножко примеров синтеза речи. На самом деле, задача синтеза речи, она тоже сегодня решается, в том числе с применением и трансформерных архитектур, вот, но там, конечно, такая, мы вынуждены пока из-за очень большой размерности задачи, решать ее таким образом, что вначале сетка, одна сетка генерирует спектрограмму речи, а потом другая сетка из спектрограммы восстанавливает фазу, вот, называется задача вакодинга, вакодер, она восстанавливает уже полноценную речь. Вот, работает это, ну, вот, смотрите как. Воркалось хлипкие шарики пырялись понове, и хрикатали зельки, как мюзики в мове. О, бойся бармаглота, сын, он, так тверлеп и дик, а в глупше рыбит и спалит злопастный брондашмык. Но взял он меч и взял он щит, высоких полон дум, в большего пути его лежит, по дереву тун-тун, он встал по дереву и ждет, и вдруг рахнул гром, летит ужасный бармаглот, и пылкает огнем. Раз-два, раз-два, горит трава, взы-взы стрижает меч, уфа, уфа, и голова барабардает с плеч. О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою, о, храброславленный герой, хвалу тебе пою. Вот, ну, это вот синтез речи, мы занимаемся и в двух направлениях, то есть, с одной стороны, это такой вот продакшн-синтез, который должен работать быстро, максимально качественно, основанный на студийных записях. Это вот последний голос из этих трех, это, собственно, один из голосов наших виртуальных ассистентов. Вот, второй голос, это был голос Мактуновского, который мы восстанавливали по имеющимся в публичном доступе записям этого артиста. И тут, как бы, челлендж немножко такой другой, да, то есть, у нас мало там речевого материала. Мы не можем взять с Мактуновского, посадить его там в свою студию и сказать ему, наговори, пожалуйста, нам сколько-то там текста. Вот, и те записи, которые у нас в наличии были, это записи, записанные на разные абсолютно микрофоны с разными амплитудно-частотными характеристиками, в разных помещениях, с разным эхом, реверберацией, записанные в разные годы жизни, записанные, опять же, относящиеся к разным персонажам, то есть, что Мактуновский там пытался имитировать какую-то особенность персонажа, произносять или иные тексты. Вот, но тем не менее, вот 18 часов там удалось собрать более-менее годного речевого материала, и вот в 18-м году мы обучили как раз первую сеточку, которая говорила голосом с Мактуновского. Вот. И мы сейчас тоже развиваем это направление, и в частности мы запустили в этом году сервис, который позволяет голос любого желающего человека создать, то есть если вдруг ваш собственный голос хотите, вот, то можно прийти на платформу Smart Speech и там заказать изготовление вашего голоса, вот, то есть нейросетка, которая будет говорить вашим голосом. Вот. И помимо этого, помимо этого, немножко про пение. Это то, чем мы занимаемся сейчас активно. В общем-то, у нас есть сейчас сетки, которые могут произвольный текст пропеть на произвольную мелодию. Вот. Поэтому скоро это тоже будет доступно в виде навыков виртуальных ассистентов. Ну вот, давайте послушаем пример такое пение. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучшим хором, лучшим хором, лучшим хором. Только с нами перепелка, перепелочка, раз иголка, два иголка, будет елочка, раз дощечка, два дощечка, будет лесенка, раз словечка, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать лучшим хором, лучшим хором, лучшим хором. Ну ладненько. Давайте что-нибудь еще послушаем. Пение на самом деле прикольное, и, конечно, я надеюсь, что это будет пользоваться таким же успехом, как Малевич, когда мы его запустили. За первую неделю 10 миллионов человек пришло погенерировать картинки. И мне кажется, что секрет успеха был в том, что качество генерации это было такое, спорное. То есть они иногда получались, иногда не получались. Благодаря этому те люди, которые к нам относились хорошо, они постили хорошие генерации, говорили, смотрите, как классно. Но люди, которым не нравился результат, они тоже постили результаты, говорили, смотрите, какая срань. В итоге реально все продвигали наш сервис. Поэтому надо, может быть, в пение тоже добавить какого-нибудь петуха, чтобы все порадовались. Чтобы петь мелодию, надо еще саму мелодию сочинить. Ну, в общем, понятно, что те подходы, которые были придуманы там еще создателями DeepBach, и до этого они вполне себе летают и в трансформерные времена. И у нас есть моделька, она называется SimFormer. Она, собственно, умеет генерировать музыку, но мы хотим генерировать музыку не абы как, мы хотим генерировать музыку, выбирая, как-то управляя этой генерацией. Сейчас у нас запускается сервис наших виртуальных ассистентов, где вы можете по текстовому запросу сгенерировать музыку. Но пока это текстовый запрос вида исполнитель и название композиции. Вы можете придумать абсолютно любого исполнителя, там, да, Вася Пупкин или там Георгий Лепс, не знаю, кто угодно, да, и название композиции тоже любое. Вот какое вам в голову взбредет, тоже такое пишите. Вот, и получается, значит, ну, получится то, что получится, скажем так. Вот, но, по крайней мере, сетка очень хорошо понимает, то есть если она вот видит, что у нее прямо там в духе дэдметала название группы, то у нее там тяжеляк на выходе, да, если там какой-нибудь там, не знаю, какое-нибудь романтичное имя исполнителя, то, соответственно, романтик выходит, ну и так далее. Ну, вот некоторые примеры генерации здесь есть. Ну, это в стиле металлики, типа металлика. Это как мне как-то в Греции в ресторане принесли борщ, и официантка так стыдливо подставила плошечку такую со взбитыми сливками, говорит, ну, это типа сметаны. Давайте попробуем следующее. Мы, кстати, выпустили уже несколько альбомов такой генеративной музыки, то есть прежде чем запускать сервис там произвольной генерации, мы сделали, покейдировали музыку разных стилей и выложили это все на звезду. Вот. Кублица по слову A.A.I.F.O.R.I.A. То есть вот, соответственно, там несколько альбомов есть. Вот это мне, кстати, ранее довольно примеры генерации, это то, что мы делали еще в прошлом году. Ну что, давайте, может быть, последнее тут послушаем еще. А, ну это третий. Ну ладно, давайте. Такое еще, конечно, барабанное. С хорошим салузом. Чтоб соседи пришли. Ну давайте последнее в шести лигах Ханса Циммера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Так, а теперь те, кто считает, что второе нарисовал нейросеть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Так, ну, это уже посложнее Вот, слева это Кандинский Так, а здесь вот Давайте Кто за то, что первая нарисовала нейросеть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 двенадцать Так, а вторую Раз, два, три, четыре, пять, шесть Да, ну, здесь Здесь, в общем-то, с большим отрывом Усложняем задачу Терекартинки три Картина Клода Мане с, хотел сказать, с маньяком С маяком Кто считает, что первую картинку нарисовал Клод Мане? Один, два Кто считает, что Клод Мане нарисовал вторую картину? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Так, кто считает, что Клод Мане нарисовал третью картину? Раз, два, три, четыре, пять Так, на самом деле, да, в 2015 году была найдена ранее неизвестная картина Клода Манэ. Под номер два остальное, это, соответственно, картинки по вот этому текстовому запросу, нарисованные Кандинским. Так, ну и, по-моему, последний, последний элемент квиза. Давайте, кто считает, что первую картинку нарисовал человек? Человек. Так, раз, два. Вторую нарисовал человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, третью нарисовал человек. Раз, два, три, четыре, пять. И четвертую. Раз, два. Так, здесь вот смотрите, что. Первая и вторая — это люди. Третья и четвертая — это, соответственно, сетка. Вот, причем, ну, депозит фото, там непонятно, может быть даже обработанная фотография, может картина, трудно сказать. Вот. Ну, в общем, вот, что может там сетка с 12 миллиардами параметров, да, то есть примерно так. Ну, и мы можем перейти к вопросам. Спасибо большое, что слушали мои рассказы. Да, поднимайте руку, я к вам подойду. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос про цифровые наркотики и обучение с подкреплением. Сейчас OpenAI выпустили новую модель, GPT-3,5, и там миллион человек может ставить лайки сгенеренному контенту, а может уже и больше, чем миллион. Вот. И вопрос, чему мы обучаем такие модели. Мы их обучаем неким реальным представлениям о мире и здравомыслию, этими лайками, или мы их обучаем нравиться гомеостатическим машинам. И, соответственно, следующий вопрос, ну, подкидку, это есть ли подобное для диффузионных моделей обучение с подкреплением. Вот. И что вообще ML-сообщество думает по этому поводу, насколько это этично взламывать так человеческие мозги? Спасибо за вопрос. Ну, GPT-3,5, на самом деле это такое неофициальное, да, то есть на самом деле моделька ChatGPT называется официально, GPT-3,5, это вот они, когда у них спросили, а что под капотом GPT-4, они сказали, нет, под капотом, ну, типа GPT-3,5. Вот. Понятно, что это пример как раз такого RL-а, reinforcement learning, обучение с подкреплением. И надо сказать, что вот буквально недавно завершилась крупнейшая конференция по машинному обучению, и RL снова в части, да, то есть обучение с подкреплением снова посвящена изрядной доле работ. То есть это такой снова хот-топик сейчас. И, конечно, все очень хотят совместить текстовый домен с RL-ем. Вот. До сих пор это там особо хорошо не получалось, вот, но есть надежда, что действительно большие модельки это смогут при правильных, ну, там, опять же, контрастивные лоссы появились, там, всякие другие трюки. Вот. А чему мы эти модельки учим? Ну, конечно, мы учим их максимизировать лайки, да, максимизировать лайкабельность, да, значит, лайки ставят гомеостатические машины, как вы выразились, да. Значит, но тут штука в том, что пока что мощность моделей, которые биологические сети представляют, она все-таки побольше, да, то есть у нас все-таки такой teacher-student, вполне себе классический получается, да, потому что модель ученик у нас все-таки сильно меньше, чем биологическая сеть, вот. Поэтому здесь, как бы, до хакинга, наверное, далеко, да, то есть, ну, рассчитывать, что там маленькая модель сможет большую хакнуть, наверное, все-таки не очень, да, тем более, что у нас оценщиком выступает не один человек, а сразу еще и множество людей разных, да, с разным жизненным опытом, предпочтениями и так далее. Вот, ну, в целом, мы же знаем про такие практики в человеческом обществе, вот, мошенники, например, подбирают, да, цыганский гипноз, да, как это называется в простой речи, вот, но и какие-то люди действительно подвержены, да, такого рода манипуляциям, вот, поэтому вообще вопрос, там, манипуляции общественным мнением, вопрос манипуляции, там, отдельно взятыми людьми, ну, он такой, как бы, всегда достаточно острый и, конечно, всегда задается вопросом, а вот не позволят ли там новые технологии более, значит, там, эффективно манипулировать людьми. Вот, ну, с одной стороны, да, наверное, с другой стороны, ведь обратная сторона-то тоже, ну, развивается, да, и, скажем, вот, вопрос, что эффективнее, например, какие-то там современные СМИ или там соцсети с какой-нибудь избирательной модерацией, избирательной частотой показов контента, эффективнее они или эффективнее, не знаю, там, приходской священник, да, в конце 19 века, который там людям, среди которых 75% неграмотные были, да, значит, втирал что-то там за батюшку царя, и как хорошо там любить власти, кто эффективнее, да, первое или второе, не знаю, честно говоря, не знаю, вот, и понятно, что в ответ на вот эти все вызовы будут появляться и уже появляются инструменты, которые, так сказать, предназначены для защиты вас от манипуляций, да, то есть всякие там пользовательские модельки, которые там пытаются выявлять там ложную информацию, да, значит, ну, вот есть просто, не знаю, там сайтики типа там Snopes и так далее, где там разбирают фейк или не фейк, да, та или иная картинка, то или иное там заявление какое-нибудь, да, тот или иной там факт, транслируемый социальными медиа, вот, поэтому здесь будет, конечно, такая война меча и щита, да, орудий и брони, вот, и будут появляться и появляются инструменты, которые на вашей стороне в этой борьбе будут выступать, вот, потому что, ну, что, вы же, наверное, купите такие для себя, вот, поэтому я думаю, что нас здесь вот ожидает просто продолжение этой истории, но в целом, конечно, я бы сказал здесь самый интересный вопрос, что, ну, моделики-то все больше становятся, да, и вычислительные мощности растут, ну, и там где-то к концу 20-х годов, мы уже наскребем там в случае самых больших суперкомпьютеров достаточно учислительных мощностей, чтобы с человеческим мозгом помериться, да, а что будет после этого, вот, то есть какой там произойдет дизрапт, какой там фазовый переход случится, да, какая эмерджентность нас ждет, вот, кстати, такой популярный сейчас термин в фундаментальных моделях эмерджентность, это когда у вас сетка до какого-то числа параметров, ну, прям плохо решает какую-то задачу, да, а потом вот при превышении какого-то порога в числе параметров она внезапно начинает ее решать очень хорошо, то есть происходит такой вот переход, скачок качественный, вот, и для современных фундаментальных моделей это свойственно, то есть вот многие такие задачи из области обработки естественного языка, они модельками до определенного размера не решаются, а потом хоба, еще один слой трансформерный докинулся, и внезапно моделька выходит там на человеческий уровень, даже сверхчеловеческие решения каких-то задач. Вот, поэтому здесь прогнозировать довольно трудно, к чему все это приведет, вот, потому что, ну, такое спонтанное нарушение симметрии может случиться в любой там точке, прогнозировать трудно, как в любых термодинамических моделях. А в диффузионных моделях есть обучение с поскреплением, там есть какие-то эксперименты с этим? Я, честно говоря, вот сходу прям не скажу, начнем с того, что диффузионные модели все-таки находятся на очень ранней пока стадии развития, да, то, что мы видим с картинками, ну, допустим, текстовая диффузия, это вот прям совсем хот-топик, по нему вот вышло буквально несколько работ, и мы с группой Ветровой из ВШ делаем свою диффузионную текстовую модельку, и вот сейчас тоже на стадии мы там первые результаты получили, они типа лучше, чем все то, что там публиковалось, да, ну и, наверное, примерно то же самое сейчас у всех остальных, да, то есть все примерно ведут такие же исследования, и у них, наверное, там результаты примерно там, как у нас. Вот, но, соответственно, мы ждем появления там полноценных больших текстовых диффузионных моделей, да, но в некотором роде там ту же Т5, ее можно или электру какой-нибудь считать тоже такой своеобразной диффузионной моделькой, да, ну то есть типа что считать за секс, да, считать там зануление токенов за внесение шума или нет, да, или мы признаем только гауссовский шум над эмбейдингами, или что мы там считаем за диффузионную модель, вот. Но в целом, конечно, скорее всего диффузионные модели победят и в текстовой генерации, вот, и посмотрим. И RL, конечно, к ним будет применен в определенный момент времени, но я вот не читал просто, честно признаюсь, работ на эту тему, но я думаю, что опять же сейчас диффузионные модельки многие доступны в каком-то там либо бесплатном, либо условно-платном режиме, да, то есть я уверен, что там Миджорни активно собирает обратную связь от пользователей, да, там лайкабельность, шарите вы, не шарите, я не знаю, эти картинки, вот, и, конечно, они это будут использовать для обучения моделей, ну, то есть иначе зачем они вам дают возможность бесплатно генерироваться? – Да, у меня два вопроса на самом деле. Первый вопрос, он на поверхности связан, наверное, с тем, что сегодня распространялось активно по Фейсбуку, вопрос, связанный с нейросетями и руками, то есть вообще, когда нейросеть научится такие рисовать руки, и с чем связана проблема в том, что руки она не рисует, да, то есть вот технически вообще, то есть в чем проблема? Это первый вопрос. Второй вопрос связан с цитатами. Не знаете ли, случайно, может быть, кто-то занимается или занимался написанием сетки по поиску цитат? У нас тут тоже как бы в Фейсбуке возник такой как бы, ну, не спор, а совершенно случайно я упомянула одну цитату из «Алиса в стороне чудес», которой реально не было, и вот, естественно, все ушли в тину, а потом начали мне писать, что если этой сети как бы нет, которая ищет цитаты, то мы, в общем, готовы написать такую сеть. Вот, то есть идея в чем? У нас есть литературные цитаты, которые реально нет в произведении, но она где-то появилась в первый раз, то есть чисто технически мы можем отследить руками, где она появилась, но руками это долго. Вот, может быть, кто-то делает что-то подобное уже. Все, спасибо большое. Спасибо за вопрос. Так, ну, первый насчет рук. Это прям хороший вопрос и не такой простой с точки зрения поиска ответа на него. Ну, я бы так сказал, с руками сейчас дело обстоит, вот, ну, типа, как повезет. То есть они типа либо получаются, либо не получаются, и часто не получаются. Они переплетенные с неправильным количеством пальцев и так далее. Я думаю, что здесь дело как раз в том, что руки представляют собой такие фрактальные структуры немножко, да, то есть в них есть несколько там однотипных похожих элементов пальцев, да, то есть вот у вас рука, а в ней пять пальцев. Трансформерным архитектурам они, в общем-то, не являются тюринг-полными, не являются рекуррентными, им довольно трудно считать. То есть, понимаете, вот шагов рассуждения эта сетка может сделать столько, сколько в ней там слоев трансформера, да. Вот, поэтому досчитать до пяти для этой сетки, то есть научиться мало того, что картинки генерировать, так еще и считать до пяти пальцы, это довольно сложная задача для недостаточно глубокой трансформерной сетки. Я вам скажу больше, если вы попросите там свастику сгенерировать, да, или там N-конечную звезду, там, да, у вас тоже совсем грустные получатся результаты, причем даже с самыми лучшими сетками, то есть там Миджорни, Дали-2, вот попробуйте там попросить их что-нибудь такое нарисовать. Вот, то есть проблема начинается именно тогда, когда, значит, каких-то однотипных элементов становится больше там К штук, да, и вот дальше беда-беда. Вот, то есть считать до двух сетки худо-бедо на уме, это до пяти, это прям нетривиальная особенность. Но знаете, вообще люди, когда учатся устному счету, это ведь довольно позднее такое знание, да, то есть ребенок уже там в каком-то возрасте начинает арифметику осваивать довольно большом, да, то есть он, представляете себе, да, вот мы там уже сколько чего умеем, да, к тому моменту, когда мы начинаем учиться считать, да, то есть мы уже умеем решать какие-то задачи прям очень сложные, там, распознавать образы, там, я не знаю, знаем, что котик царапается, если его там за хвост подергать, да, то есть знаем уже очень много, а считать еще не научились, да, то есть и вот с трансформерными сетками с ними похожая ситуация происходит сейчас, вот, ну, то есть со временем они станут больше, и они наконец-то арифметику освоят хорошо, ну, то есть это видно и на текстовой генерации, то есть ту же GPT-3 попробуй заставить сложить там два, там, четырехзначных числа, она не справится, вот, ну, то есть там с двух-трехзначными, там, самая большая GPT, там, худ, бедно, и то не всегда справляется, да, то есть, вот, поэтому, да, особенность таких фит-форвард сетей, вот, она такая, вот, если специально не учить, то мало надежды на то, что выучится, вот, второй вопрос про поиск цитат, ну, задача вообще информационного поиска нейронные сетки применяют активно, и, значит, ну, здесь просто, может быть, это оверкилл такой, да, может быть, вам для того, чтобы искать статы, вам достаточно и более простых алгоритмов, да, то есть поисковые машины вполне себе развивались до того, как стали применяться нейронные сети, и на самом деле, там, 95% современной поисковой машины, это даже не столько сами поисковые алгоритмы, сколько алгоритм, которые собирают все источники, да, в интернете, то есть у вас там гигантские какие-то фермы ботов, которые ходят по интернету, регулярно собирают оттуда данные, складывают их в какую-то базу, строят по ней какой-то поисковый индекс, и вот этот поисковый индекс, он может быть, ну, в современных поисковых системах там нейронки применяются для того, чтобы вы могли, как бы, не только дословный поиск осуществлять, но и по смыслу, да, то есть, что вот вы одними словами сформулировали что-то, да, сетка, благодаря использованию сетки, вы можете найти документ, где сказано то же самое, но другими словами, да, то есть вот здесь вот сетка как бы может вам помочь, вот, а вот для поиска точного совпадения для нее, для него таких сложных алгоритмов не нужно, годятся обычные, там, инструменты хэширования и так далее, вот, поэтому, ну, в целом, вот, те люди, которые создают поисковые системы, они вот решают ведь именно ту самую задачу, вот, поэтому я бы сказал, что, вот, да, конечно, современные нейронки дают много поисковым системам, но там иногда это стрельба из пушки по воробьям, вот, и нужно попроще сделать. Так, руки. Здравствуйте. Пока что сейчас я видел эти результаты и кажется, что большая их часть, возможно, в основном, ну, на больших очень серверах, в суперкомпьютерах, в общем, затраты миллионов долларов и корпоративное окружение. Ну, какие сейчас ниши остались возможными с большими моделями, которые, ну, допустим, человек, у которого есть, ну, допустим, 50 терабайт данных, ну, допустим, научных статей, горка RTX 3090, и он хочет запустить, допустим, сделать суммаризатор под автоматически написать для абстрактов, или, допустим, какой-нибудь, или, допустим, поиск информации в этой базе данных с помощью вопроса на естественном языке, ну, написать вводных ревью или что-то в этом духе, и возможно ли это на таких мощностях, на доступных обычному человеку без гигантских облаков и миллионов долларов, и, ну, например, или, допустим, джин, который, ну, назовем это джинном, который будет отвечать на вопрос на естественном языке в пределах эрудиции обычного человека. И следующий под вопрос — это насколько сильно уменьшается производительность в случае распределенного вне одного дата-центра о вычислениях. И продолжая вопрос про диффузионные сети, раз уж это метод техлекторий, вы слышали что-нибудь про генерацию, про генерацию с помощью диффузии новых белков новых белков по их функциональным свойствам и форме заданной. Что так сказать, на машины, которые уже существуют. Спасибо за вопросы. Ну, во-первых, что можно сделать, имея на руках там несколько 30-90-х? Ну, 30-90 — это неплохая железка, вот. У вас в ее память в месяц моделька, по-моему, вплоть до 750 миллионов параметров GPT-ха в месяц в память с 30-90. Соответственно, дальше вы можете делать, ну, там, что хотите с этой сеткой, например, fine-tunit ее. И, ну, как бы самый простой способ — это взять, скачать наш там ROG GPT-3 с 760 миллионов параметров и на своем целевом дата-сети ее дообучить. Ну, там, типа, до обучения ее в ходе там 1-2 эпох на небольшом наборе данных, это, ну, не так дорого, вот. И, ну, это вполне рабочая история. Вот. На самом деле можно ее даже не fine-tunit, а можно ее сансамблировать с какой-нибудь более маленькой моделькой, да. И в этом случае, ну, inference будет работать у вас сравнительно быстро. Вот. Дальше, конечно, если вам нужна сетка побольше, там, ну, будет беда, да. То есть там будет беда, там будет очень сильная деградация производительности именно из-за, ну, вот проблемы, что в ГПУ вы ее в память не втащите, да. Но вы ее сможете, в принципе, вы можете ГПТ-ху и на ЦПУ инференции, да. Вопрос в том, сколько у вас есть времени, да, на это все. Вот. Ну, inference, в принципе, даже в большой модели, ну, он будет долго работать на ЦПУ, но он будет работать. То есть, опять же, в зависимости от того, какая там особенность вашей задачи, да, сколько у вас есть. То есть, вот. Ну, потом, в конце концов, вы можете, ну, раскошелиться и купить доступ к какому-нибудь облачному сервису, да, где железки мощнее стоят. Ну, вот. Ну, можно вам наш ML Space использовать на Кристофаре. Можно там АВС, если у вас есть карточка зарубежного банка. Вот. Поэтому, ну, вот можно делать это. Так, значит, второй момент про диффузионную генерацию молекул и так далее. Я признаюсь, не является это область моей специализацией. Вот. Поэтому я единственное, что знаю. Я знаю, что, во-первых, у нас есть люди, которые точно на ваши вопросы ответят хорошо лучше меня. Например, вот Ольга Кардемон, можете ее просто в Фейсбуке поискать, потому что она у нас в Институте искусственного интеллекта занимается разными биотех-модельками. Они там с Мишей Бурцовым учили всякие там DNA-берты и прочее добро. Вот. Точно совершенно есть там современные модельки фолдинга, которые лучше, чем альфа-фолд уже. Вот. И на фичах этих моделек вроде как генеративные модельки активно учат, потому что, естественно, сама идея взять там какой-нибудь смайлс, да, и попробовать. Еще времена LSTM, как это народ делал, то есть не обязательно для этого диффузионные модели нужны. Вот. Но про конкретные успехи и есть ли конкретные диффузионные, я уверен, что это кто-то делает. Я не уверен просто, что пока результат кто-то опубликовал. Ну, то есть это выглядит как идея-то, лежащая на поверхности. Вот. Ну, по крайней мере, фолдинг. Там, кстати, вот по альфа-фолду второму, там сейчас даже некоторые критические статьи появились. То есть там есть примеры, когда он плоховато справляется, немножко галлюцинирует. Вот. Ну, кстати, вот если вы хотите поэкспериментировать у себя на сравнительно дешевом оборудовании, есть же этот розетта фолд, который как раз на 3090 обучался. Вот. Поэтому вот для домашних экспериментов берете розетта фолд, можете попробовать из него сделать диффузионный генератор. Кто мешает предпринять такое усилие. Ну, вы Ольге напишите, потому что я уверен, что она знает про то, кто этим сейчас занимается, и может вас там, не знаю, познакомить и ответить на ваши вопросы. Так, два, да, было вопроса или был третий еще? А, да, да, понял, все, вспомнил. Смотрите, здесь вообще проблема обучения больших моделей, она, ну, типа, это на самом деле проблема бутылочного горлышка фон Неймана. Да, то есть вам нужно, если у вас модель не вмещается в память одной карточки, передавать и градиенты, и либо карты активации через шину. А дальше, вот смотрите, у вас размер-то этих градиентов, он сопоставим, ну, как число параметров сетки. Да, то есть если у вас сетка, значит, там 175 миллиардов параметров, да, если каждый из них там 32-битный, да, ну вот смотрите, умножить на два, то есть вот вам надо для одного форвард-пасса передать вот столько данных через шину. Ну, дальше просто посмотрите, какая пропускная способность канала, и вот как бы вы увидите, какое там замедление. Мне кажется, на столь специализированные вопросы лучше куларного обсуждать, потому что реально половина зал, наверное, не понимает, о чем я. Ну, это я просто тоже могу здесь адресовать. Есть хорошая… Можно, короче, поискать. Вот парень из моей команды исследовательской, Олег Шлешко. Вот он спец именно в проблемах такого модула параллелизма, да, то есть имплементации при помощи современных фреймворков типа DeepSpeed. И он очень много там всяких экспериментов проводил, когда мы обучали и RUGPT, и RUDALI. Вот. Можете, в принципе, его найти и у него спросить. Он, может, вам даже ссылки там на конкретные работы даст или результаты конкретных экспериментов. Но в целом там все плохо. То есть там все плохо. Как только у вас перестает помещаться на одну карту, все становится плохо. Когда перестает помещаться в память одного DJX целого, то становится экстремально плохо. Ну, а как бы вот суперкомпьютеры типа Кристофари и так далее, они потому и хороши сравнительно для обучения таких моделей, потому что у них супердорогая, но супербыстрая шина связывает между собой все ваши узлы. То есть это вот меланоксовская ткань сетевая, то, что называется. Собственно, она-то и основную ценность машины составляет. То есть примерно половина стоимости суперкомпьютера – это сверхбыстрая сетевая ткань. Я задам вопрос чуть более приземленный из нашей трансляции на YouTube. Понятно, что нейросеть может создать какое-то изображение, исходя из той баз данных, на которой ее обучили. А может ли нейросеть создать два одинаковых изображения? То есть или каждый раз будет генерироваться? Ну, смотрите, да, то есть бывает такой эффект, как переобучение модели. Когда данных мало, а модель слишком большая. Она как бы запоминает то, что она видела на этапе обучения. И если у вас при сэмплировании вы будете выбирать топ-1 все время токена, а не как-то не рандомизировать генерацию, то в теории она сможет что-то воспроизвести. Но с такими вот модельками тексту-имидж, с ними очень много тестов было проведено с тем, чтобы убедиться в том, что они не дублируют картинки из обучающей выборки. Поэтому, конечно, для современных таких моделек эта проблема не очень актуальна. Но иногда может вот что получиться. То есть если вы плохо фильтровали дата-сет, у нас бывали такие случаи, когда одна и та же картинка многократно попала в обучающую выборку. И вот при некоторых параметрах сэмплирования какие-то ее куски могут появляться у вас в генерации. Но это просто как бы при такой правильной дата-инженерии и правильных параметров генерации у вас такого, ну, исчезающая малая вероятность какого-то такого повтора. Вот. Так, а тут тоже очень много сложных совершенно вопросов, которые даже я не понимаю. И задам от себя. Давай-давай. Вот есть так называемый спор, связанный с генерацией изображений. Ну, точнее, даже не то, что генерации, а поясню. Вот я, например, люблю заниматься мобильной астрофотографией. Совершенно необычная область. Когда берешь телефон в небо, направляешься. Ты опасный человек. Да. Вот. Тем не менее. То есть у меня получалось на телефон свой личный, там, сфотографировать даже Сатурн с кольцами. Понятно, что это пятнышко, но тем не менее. И в процессе очень интересно узнавать, как работают алгоритмы, как можно улучшить получаемый результат и так далее. И где-то пару лет назад ты сталкивался на N plus 1 со статьей, в которой рассказывали о нейросети, которая улучшает изображение. Вот как раз вот, как ты показывал там с кошечками и собачками, то, что маленькое изображение увеличивается, улучшается. Только там это показали в таком формате, как если бы зумили какой-то удаленный объект, но в конце, когда максимально его приближают, он по качеству примерно такой же, как если бы сфотографировали вблизи. То есть как работают подобные алгоритмы? То есть есть ли интерес вот вашей команды к генерации подобных? Ну, на самом деле-то такие модели есть, и они являются частью, опять же, наших стандартных пайплайнов генерации. То есть если вы там кандинским пользуетесь, там через Rudali.ru, например, то там же есть Super Resolution моделька. То есть вначале сетка генерирует с меньшим разрешением картинку, а потом отдельная сетка увеличивает ее. Но качество вот этой операции Super Resolution, ну, как бы она определяется, во-первых, размером модели, во-вторых, количеством данных, на которых она училась. То есть, по сути дела, выполняя эту задачу, модель основывается, ну, вот на том, что она видела в обучающей выборке. Вот если она видела там какое-то количество лиц людей много, то есть в маленьком разрешении, в большом, она будет лиц людей рисовать правдоподобные, но не надо думать, что это будут те самые лица, которые вы видите. То есть она просто как бы будет генерировать что-то, что не противоречит размытой версии, да, с более маленьким разрешением. Это, кстати, прекрасная история. Вот сейчас в каждом практически современном смартфоне, когда вы делаете фотку, она ее тоже обрабатывает нейросеть для повышения качества. И был смешной тред на реддите, где люди заметили, что, по-моему, хуавеевский смартфон, на него фотографируешь памятник, и он ему дорисовывает зрачки. Вот, ну то есть сама сетка, которая в телефоне встроена. То есть эффект этого суперрезолюшена, он может быть не совсем такой, как тебе кажется. То есть эта картинка будет похожа на то, что с большим разрешением сделано. Но если ты сравнишь как бы с тем, что на самом деле тебя могут ждать сюрпризы, скажем так. То есть так же, как в старых фильмах 90-х, когда увеличите изображение там с камеры слежения, и там вплоть до пикселей может все увеличивать. Ну да, да. Такое невозможно. Это вот когда ты ребенком выглядываешь, у окно идет там мама или не идет, да, и если человек далеко, то ты можешь его за маму принять. То есть и вот с сетками то же самое. То есть они легко могут тебе такого наувеличивать, что ты ахнешь. Понятно. Давайте дальше реплика. Последний вопрос, и мы на этом на сегодня будем заканчивать. Я хотела бы такой дилетантский вопрос общего характера, чтобы отвлечься от специализированных. Ну вот я слышала от антропологов мнение, что если запрограммировать нейросеть, нейросеть страх смерти, она станет почти человеком. Ну, в общем, обосновывает это тем, что появится инстинкт самосохранения, они станут более эмоциональными, эмпатичными даже, ну и так далее. В общем, какие-то появляются совершенно человеческие качества, которые мы считаем, что присущи только нам. Как вы считаете, это можно сделать и нужно, и вообще это сделает машину всесильной? Ну, извините, я так говорю, машину нейросеть, неважно. Всесильной или наоборот более уязвимой, она будет к нам очень нежной относиться и не тронет нас никогда. Спасибо за вопрос. Ну, тут много, да, опять же, сторон этого вопроса. Ну, во-первых, мы же обучаем сейчас сети, например, играть в компьютерные игры, да, и там какая-нибудь Muzero или Efficient Zero учится играть в игры Atari и убегать там, не знаю, управляя Марио, убегать от черепашек там, да. Ну, то есть можно сказать, что у нее есть какой-то инстинкт самосохранения или нет, да. То есть если вот она в этой среде обучается избегать каких-то, значит, там, вещей, которые ей функцию вознаграждения роняют в минимум, да, ну, наверное, можно сказать, что у нее есть инстинкт самосохранения, но тут надо аккуратнее с этим обращаться, потому что нам, людям, свойственна такая особенность, как, ну, то, что называется анимизм, да, то есть мы начинаем одушевлять те вещи, которые одушевленными не являются, да, приписывать наличие чему-то, наличие там воли, разума и так далее. Вот. Прекрасный есть эксперимент, когда людям показывают там анимацию, где какие-то кружки там двигаются, и люди, наблюдая за этими кружками, они начинают приписывать им какие-то чувства, что вот этот кружок, он не любит вот этот, да, и вот он идет, там, и так далее. Вот. Поэтому здесь, конечно, ну, надо так каждый раз, когда мы пытаемся переносить какие-то суждения о людях на там какие-то математические модели, нужно понимать, что, ну, здесь мы можем ошибиться сильно. Вот. То есть тут опять же, что считать за инстинкт самосохранения? В зависимости от того, как мы его определим, да, можем сказать, что при некоторых определениях у современных сеток, у некоторых вычислительных экспериментах инстинкт самосохранения вырабатывается. Вот. Насчет того, что если сети в ходе обучения будут приобретать какие-то признаки, напоминающие нам признаки людей, что это с ними сделает, да не знаю. По большому счету может сделать примерно что угодно, может помочь им решать задачу, может им помешать задачу решать. Но здесь, к сожалению, вот эти вопросы, они все носят достаточно такой философский характер, и мне кажется, что правильно это вот попробовать сделать и посмотреть, что получится из этого, да. То есть пока мы не можем вычислительным экспериментом подтвердить или опровергнуть такие суждения. Ну, это все носит такой немножко вот, не то, что это нефальсифицируемая концепция, да, мы когда-то ее, наверное, сможем проверить, и я верю, что, ну, там, здесь нету кода непреодолимого барьера. Мы сможем рано или поздно создавать, в том числе искусственные системы, которые будут демонстрировать какие-то, в которых возникнут какие-то психические феномены. Но здесь, понимаете, тут очень много философских таких вопросов возникает, да, связанных с чем? Что вот мы же всегда имеем дело, не имеем дело непосредственно с сознанием других людей, да, мы всегда его только через их поведение воспринимаем, да. Поэтому какой-нибудь человек, который скажет, а вообще существует только моя психика, да, вот концепция солипсизма, да, то есть все остальные, это просто картинка в моей голове, это никакие неодушевленные объекты, да, это вот мне сейчас все кажется. И вы с этим человеком никак не сможете спорить, да, что бы вы ему не говорили, ну, с его позиции, такой солипсистской, это абсолютно неопровержимое утверждение. Вот. И именно поэтому на заре искусственного интеллекта тот же самый Тьюринг, да, когда встал вопрос, да, могут ли вычислительные машины стать разумными, да, он к этому подошел вот чисто так вот операционистски, да, то есть давайте будем сравнивать по классам решаемых задач, да, человека и, значит, машину, за которой мы признаем, да, по определению наличия у него разума, да, и какую-то систему кандидат, какую-то машину. Если мы не сможем в ходе эксперимента никак различить два этих агента, мы будем обязаны признать наличие разума, да, значит, у той системы. Но эта идея старая, это идея времен Дидро, да, Дидро сказал, что если я встречу попугая, который в высшей степени разумно будет отвечать на все мои вопросы, то я буду обязан признать за ним наличие разума, да. Ну и там примерно ту же, уже на более формальную идею высказал Альфред Айер в 1936. в том году, рассуждая тоже о разуме машин потенциально. Ну и Тьюринг в этом плане как бы следовал этому принципу, и современные исследователи в этом плане следуют такому же подходу, да, то есть как нам выявить, что та или иная система стала универсальным искусственным интеллектом, да, приобрела тот самый разум, да, о котором мы говорим. Ну, только вот в ходе тестов, похожих на тест Тьюринга, да, то есть только сравнивая поведение этих систем. Вот, потому что если мы начнем пытаться рассуждать о том, настоящее там сознание или ненастоящее, соответствуют ли вот этим коррелятам физическим психические феномены, те или иные, мы, конечно, неизбежно ударимся в скорее такое религиозно-мистическое восприятие этого всего, то есть что значит настоящее, что значит ненастоящее, может вот только у меня настоящее сознание, а у вас нету, да, и так далее. Поэтому это вопросы на самом деле интересные, волнующие, да, то есть вот экзистенциальные, я бы сказал, да, но наука, конечно, не всеми из этих вопросов хочет заниматься, и я думаю, что моя, если вы хотите как бы мою внутреннюю убежденность, я думаю, что принципиально там машины с сознанием в какой-то момент появятся, вот, но пока что наши уровни технологий недостаточно для того, чтобы такие машины делать, да, то есть и значит очень может быть, что создание таких машин, оно потребует, ну, во многом воспроизводства того, что мы делаем, как мы новых людей делаем, так или иначе, то есть тоже нужно будет делать какую-то машину ребенка, которая будет учиться там где-то в обществе или в какой-то виртуальной обучающей среде, там она будет взаимодействовать с другими агентами, создавать себе модель другого, да, потом эта модель другого окажется замкнута на себя, то есть возникнет восприятие себя как другого, да, это и будет сознанием, но опять же, как бы здесь вот немножко это все попахивает философией. Мы должны уже по времени чисто заканчивать, вы сможете подойти к Сергею и задать свои вопросы лично. Сергей, нам надо выбрать трех человек, которым мы вручим книжки. Так, ну давайте за последний вопрос вручим книжку, за первый вопрос вручим книжку, и еще вот молодому человеку, который спросил про то, что можно с 30-90 делать дома у себя. Ну если вы себя узнали, то выходите. Так, ну первый вопрос вот молодой человек с первого ряда занял, вот девушка знала последний вопрос. Девушка со второго ряда, выходите тоже. Так, у меня есть две книги по химии и одна про космос. Вам какую? Про космос. Вам тогда достается... Да, но это по истории химии. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Надеюсь, было интересно. Давайте поблагодарим еще раз Сергея за отличную лекцию. Спасибо вам, что пришли послушать. Да, спасибо людям, которые смотрели нас в трансляции. Надеюсь, им тоже понравилось. На этом мы сегодня заканчиваем. На следующей неделе в четверг у нас будет лекция про то, как правильно спать. Так что, надеюсь, вы на ней не уснете. Спасибо. 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 Спасибо.